я всех приветствую в этом зале на нашем очередном семинаре зовут меня сергей харинцев и я начну с того что все из вас хорошо знают известная в естественную форму энштейна ем c квадрат помните на смысл который заключается в том что материя содержит огромное количество энергии но природа так устроена что извлечь эту энергию из материи крайне трудно существует класс определенных радиоактивных элементов которые через механизм деления позволяют эту энергию извлекать вот в этой лекции я расскажу об альтернативной механизме как с помощью пространства сжатого света можно увеличивать импульс фотона для того чтобы превращать импульс в энергию и обратно прежде чем продолжить я бы хотел расшифровать это название черный кремний я оставляю в стороне маркетинговую составляющую и чтобы было понятно вот черный кремний чтобы не было такого не было ложных толкований что мы там возможно синтезировали новый кремний который имеет черный цвет это не так мы с кремнем ничего не делали черно означает усиленное взаимодействие света и вещества благодаря сжатому фотону кремний здесь тоже не является таким обязательным элементом хотя вся работа была построена именно кремнии здесь может быть использован любой полупроводник примазонные или и примазонную но в данном случае мы работаем с крем не является непримазонным полупроводником для аудитории которая не очень понимаешь такой не прямозонный полупроводник можно привести такую простую аналогию представьте себе что вы находитесь на одном берегу и вам нужно перейти через реку на другой берег а плавать вы не можете река глубокая соответственно ходите по берегу ищите отмель так чтобы на одном берегу было отмель и на другом отмель и И как только оно совпадает в пространстве, вы можете как вброд перейти на другой берег. Это прямозаундные полупроводники. Если у вас есть отмель и на том, и на другом берегу, но они смещены в пространстве, вы переместись не сможете, потому что плавать-то вы не умеете. Поэтому электроны становятся блокированными, и, соответственно, взаимодействовать со светом кремний не может эффективно. Поэтому здесь место кремния может быть использовано и Германии, может быть, фосфит Индии и другие, в том числе и пировскиты в нашей истории. Поэтому здесь тема такая достаточно, в общем-то, широкая. Структура доклада. Сначала я расскажу о кремниевой индустрии буквально немного, чтобы показать, насколько кремний важен в нашей повседневной жизни и как он меняет наш мир. Дальше я теоретически расскажу про усиленный импульс фотона. Что это такое? Это немножко такая занудная будет часть, но я постараюсь не злоупотреблять научными терминами. А дальше буквально три абзаца. Это аномальный нагрев кремния, уменьшенное отражение от кремниевой поверхности, которая покрыта золотыми частицами, усиленная фотопроводимость. Ну и в заключении я расскажу о возможных перспективах, ну и, соответственно, кто с нами делал эту работу. Итак, кремний. Кремний, ну, в общем-то, это второе по величине на планете Земля химический элемент по распространенности после кислорода. Представляет собой достаточно хороший полупроводник для микроэлектроники. Почему полупроводники так важны? Дело в том, что все материалы делятся на три класса. Металлы, полупроводники и изоляторы. То есть они отличаются друг от друга тем, насколько электроны локализованы вокруг своих атомов. То есть в металлах электроны свободы перемещаются по кристаллической решетке, в изоляторах они локализованы вблизи атомов, а в полупроводниках они занимают промежуточное положение. И это является идеальной ситуацией, когда можно управлять электронной проводимостью. То есть мы можем с помощью либо температуры, либо света, либо путем химического легирования, например, мы берем, скажем, элементы третьей-пятой группы, допустим, пор и фосфор, добавляя в кремний, мы можем менять электронную дырочную проводимость и на этом принципе строить такие достаточно функциональные устройства, такие как ПН-переходы. И самое главное устройство, которое мы, человечество, додумалось, это сделать транзистор. Транзистор представляет собой вот такое вот устройство. Здесь есть вход-выход, проводник и затвор. Смысл этого прибора заключается в том, что он позволяет управлять электрическими сигналами. То есть он работает как затвор. Включает-выключает, либо усиливает ток. В принципе, вот это элементарное полупроводниковое устройство лежит в основе всех электронных гаджет, которыми мы с вами пользуемся. И, собственно говоря, все наши достижения и успехи связаны с этим достаточно простым прибором, который сильно напоминает нейрон в головном мозге, который, как подобно синапсами, соединен в гигантскую сеть и выполняет какое-то функциональное действие. Возникает проблема, как делать такие маленькие транзисторы. Ну, уже лет 60 используют обычную фотографию, то есть это использует свет обычный. И по принципу обычной фотографии, когда берется обычная маска, освещается эта маска светом на специальный фоторезист, дальше она проявляется, то есть достаточно простая технология, она интуитивно понятна, дальше вымывается этот фоторезист и оставляется какая-то вполне определенная структура. Ну, естественно, возникает вопрос, как с помощью света можно создавать... Сегодня техпроцессов составляет примерно 3 нанометра, и вот такие асэмэлевские машины позволяют сегодня при помощи экстремальной UV-литографии создавать такие тонкие вещи путем последовательного травления и осаждения, создавать буквально 3D-транзисторы с гигантской плотностью. Сегодня порядка до 50 миллиардов транзисторов на единицу поверхности. Сейчас прошла достаточно большая эволюция от планарных резисторов до вот здесь гаофеты, то есть когда затвор обнимается со всех сторон. MBC-фет, это Samsung сейчас использует такие в виде плоских проводов. И, конечно, технологии, которые сейчас Intel пытается внедрять, это как раз вертикальные транзисторы, которые позволяют увеличить плотность до 100 миллиардов транзисторов на единицу площади. Вот здесь показана эволюция техпроцессов компании Intel, то есть здесь вот мы подошли уже вплотную к 3 нанометрам, и буквально в следующем или через год уже появится 2 нанометра. Мир подошел к такой важной черте, как Angstrem. То есть мы переходим уже фактически на другой этап развития, когда мы подходим фактически к постоянной решетке, где взаимодействие света и вещества будет играть крайне важную роль. Значит, при создании транзистора, как вы понимаете, светом, большой проблемой играет дифракционный предел света. Он всегда присутствует в силу того, что любой источник, который ограничен в пространстве, излучает как бегущую волну, так и ближнеполевое эвансентное поле, которое быстро затухает по экспоненте. И благодаря этому затуханию у нас возникает дифракционный предел. То есть любое поле – это суперпозиция распространяющейся эвансентной волны. Именно благодаря этому явлению мы получаем, в соответствии с принципом Гейнсберга, дифракционный предел лямбда пополам. Если бы этого не происходило в природе, мы бы с вами не могли бы существовать. То есть мы все бы сгорели. И в этом смысле природа нас охраняет. И то, что свет плохо взаимодействует с материей, мы обязаны в том числе дифракционному пределу. Как же быть, как с помощью лямбда, а в современных установках используется длина волны 193 нанометра, это аргонофторидные лазеры, как можно вырезать структуру в 3 нанометра, когда длина света порядка 100 нанометров. То есть для этого использовали одно время разные масочные структуры последовательные, и люди научились делать техпроцесс порядка 50 нанометров в среднем. Что касается 3 нанометров, здесь все намного хуже. Преодолевая дифракционный предел, например, с помощью метаповерхности, то есть вот здесь показано, что используя обычную линзу, мы можем сжать свет до буквально 200 нанометров, а используя метаповерхность, которая состоит из массива металлических нанометн, можно сжать примерно в 10 тысяч раз больше, и, соответственно, используя обычную лазерную указку, которую я держу в руках, можем буквально резать сталь. Это что касается локализации света, к чему, в принципе, может привести задача пространственного сжатия света. Так вот, пока на сегодняшний день транзисторы делаются с помощью литографии, используя короткую длину волны. То есть человечество пошло по пути сжатия длины волны, причем прямого сжатия волны, когда достаточно мощный СО2-лазер попадает в микрочастицу из олова с частотой буквально 50 кГц. Первый удар происходит для того, чтобы из золотой частички сделать небольшой диск, а второй удар уже приводит к тому, что оно превращается в плазму и излучает излучение в 13,5 нанометров. Это, в принципе, мягкий рентген, достаточно такая изящная, элегантная технология, но, тем не менее, вы можете себе представить, насколько сложно использовать на практике, чтобы напечатать транзистор, использовать этот свет, потому что КПД крайне низкая здесь. И нужно учитывать, что рентгеновские фотоны, они прозрачны для материи. То есть нужно их как-то фокусировать, как-то управлять светом и так далее. Это целая отдельная инженерная задача, которую в компании СМЛ очень успешно, в принципе, решают. То есть если посмотреть на дисперсию, закон зависимости энергии и импульса, либо частоты, или волнового числа, то, в принципе, пока человечество использует вот эту прямую зависимость, связь между энергией и импульсом, вот этот угол наклона, скорость света. То есть смотрите, если мы хотим сжать свет до больших размеров, то значит импульс у нас стремится к бесконечности. Но проблема в том, что у нас энергия движется в бесконечность. Поэтому мы получаем сначала рентгеновский, потом сначала жесткий литрофиолет, потом рентген, потом гамма-излучение, и все очень плохо. И, в принципе, как можно повести в этой ситуации? То есть мы можем, в принципе, создать среду с достаточно большим показателем преломления. И тогда ситуация немножко может улучшиться, благодаря вот этому знаменателю. То есть мы опять на какое-нибудь значение импульсом энергия будет значительно меньше. В принципе, если мы задаемся задачей сделать показатель преломления, ну скажем, в природе это от 1 до 10 примерно, если мы сделаем показатель преломления 1000, 2000, 3000, то есть мы можем существенно растянуть импульс фотона и использовать уже в наших целях. Эта задача крайне сложная, хотя такие задачи пытаются люди решать, но, тем не менее, людям удалось найти очень интересное решение с помощью такой гибридной электромагнитной волны, связывающей фотон и электрон. Это такие зарядовые исцелляции электронов в металлах, то есть когда электроны берутся за руку и начинают вместе двигаться под действием падающего света. Это так называемая плазмон, которая имеет вот такую клюшку интересную. То есть мы видим, что у нас импульс начинает расти, а энергия при этом уже не растет. Она симпатически выходит на какой-то порог. Это замечательное свойство, то есть мы можем в принципе растягивать импульс до бесконечности, а энергия при этом будет вполне себе ограничена в определенных рамках. А вот здесь показано, как вот в схеме Кречмена, здесь вот у нас оптическая плотная среда, оптическая менее плотная среда, падает свет, и вот возбуждается плазмонный резонанс, который можно было бы использовать для разных технологий. Недостатком является то, что эти технологии являются контактными. И, соответственно, использовать, опять же, в разных технологических инженерных задачах, это не так просто. Итак, вывод какой? Смотрите, здесь у нас импульс, и этот импульс обратно на длину волны. Наша задача – длину волны сделать маленькой, устремить ее к нулю, чтобы импульс был бесконечность. Как это сделать? Ну вот здесь, вот на этом простом примере, вот этот интерфейс планарный, он представляет собой оптическую нано-антенну. Вообще, оптическая нано-антенна – это новое такое понятие, ну не новое понятие, ему уже, слава богу, лет 30, наверное. Но он имеет разные виды, то есть от обычных планарных плоскостей, это обычные металлические конусы, это могут быть молекулы, квантовые точки, дефекты и так далее. И вот на это внимание обратил швейцарский физик Лукас Навотный, то, что вот импульс фотона уже определяется не его длиной волны, а определяется пространственной локализацией света. То есть, если, допустим, мы берем какую-то пространственную структуру размером примерно 1-10 нанометров, то импульс уже определяется отношением постоянной планки к этой пространственной локализации. И, собственно говоря, оптическая антенна меняет наше представление взаимодействия света и вещества. И вместо того, чтобы, как мы раньше рассматривали, взаимодействие вещества и света путем изменения его энергии, то есть мы фактически изучали рассеянный свет, это обычные спектры, оптические сперцископии, там рентгеновские сперцископии и другое, то в случае ближнего поля, когда используется оптическая наноантенна, мы можем передавать не только энергию, но и импульс. Вот это следующая степень свобода, которая поможет решить фундаментальный ряд важных задач. То есть, еще раз подчеркиваю, мы передаем не только энергию, но и импульс. Вообще энергия – это временная характеристика, импульс – это пространственная характеристика, то есть импульс связан с пространством. То есть, чем меньше пространство, чем сильнее сжатое вещество, тем больший импульс можно передать для каких-то там разных целей. Для каких целей я уже чуть позже расскажу. В процессе локализации или сжатия света мы начинаем с простой ситуации, когда у нас есть фокусированный лазерный пучок. Вот это металлическая антенна в виде конуса, ее в предельном случае можно убрать, и мы придем в режим фотоники, когда локализация пропорциональна длине волны света. Как только в лазерный пучок мы помещаем такую металлическую антенну, здесь радиус кривизны R и расстояние между антенной и подложкой D, тогда локализация света, здесь она показана большой буквой дельта, она будет определяться вот этим эмпирическим соотношением, которое достаточно хорошо работает на практике и ведет себя вполне так очень хорошо, вплоть до определенного размера. В 2012 году британскими физиками во главе с Баумбергом был сделан этот замечательный эксперимент, и они обнаружили, что оказывается до примерно трех ангстрем эта зависимость хорошо работает. Далее происходит делокализация, дефокусировка фотона, и на этом вся история заканчивается. Чтобы быть понятно, триангстрем – это примерно размер молекулы воды. Таким образом мы подошли к квантовым пределам. Если смотреть про техпроцесс, то, что сегодня в современных айфонах 3 нанометра, то это триангстрем, и всего порядок остался для того, чтобы мы могли как-то использовать текущие технологии. Хотя многие говорят, что кремний уже подходит к своему завершению. Постоянная решетка там 5 ангстрем. Люди будут переходить потихоньку, возможно, на графит, графен. Там 0,22 ангстрема. То есть есть еще определенный запас. Но это уже будет достаточно на грани фолла происходить. И, соответственно, начиная с квантового предела, у нас идет делокализация света, и мы попадаем в область так называемой пикофотоники – это взаимодействие светового вещества на атомистических масштабах. То есть это то, что сегодня в мире находится в тренде. Дальше мы перейдем к материи. Здесь я начну с известного физиком золотого правила Ферми. Записал специально вот эту такую страшную формулу. На самом деле она крайне простая. Состоит из двух членов фактически. Это вероятность перехода в единицу времени, то есть с одного уровня на другой. Второй состоит из двух частей. Первый отвечает за силу взаимодействия между уровнями, и второй член – это плотность состояния. Ну, плотность состояния, чтобы было понятно, потому что сразу не очень понятно, как это воспринимать. Вот если рассмотреть наш зал, вот число здесь мест – это есть плотность состояния. То есть чем больше зал, тем больше плотность состояния. Но для того, чтобы была эффективна, допустим, люминесценция, нам нужны еще электроны. Электроны – это вот вы, посетители. То есть нам нужен большой зал и огромное количество людей. Все приходят, заполняют места, и в конце начинают аплодировать. Аплодисменты – это как раз является люминесценцией. То есть наша задача физиков – каким-то образом поднять люминесценцию. То есть мы должны увеличивать число мест в зале и число электронов в зале. То есть две задачи решаем. Вот весь мир решает эту задачу. Он занимается вот этим вторым членом. То есть использует разные плазмонные резонансы, фонорезонансы, ми-резонансы и так далее. А вот этот член, в силу того, что свет плохо взаимодействует с существом, практически является константой, и его всегда выкидывают из засмотрения. И люди переходят в дипольное приближение и начинают рассматривать стандартный формализм. Почему так? Потому что импульс электрона и импульс фотона, вот здесь приведены простые соотношения, соотносятся как примерно 10-2-10-3. То есть импульс фотона в тысячу раз меньше импульса электрона. Поэтому переходы из валентной зоны в зону проводимости, вот эти переходы, они запрещены. Помните, я вам говорил про реку пройти через брод, когда отмели находятся на разных расстояниях. Поэтому остаются только прямые переходы, вот по синей стрелочке. И именно при таких переходах импульс электрона практически не меняется. Вот наша история заключается в том, что мы должны каким-то образом усилить взаимодействие между световым веществом. А как это сделать, это можно сделать с помощью вот этого первого члена. Смотрите, то есть вот мы берем свет, фотон и электрон. Почему плохое взаимодействие? Потому что здесь 100 нанометров, здесь 1 нанометр. То есть здесь нет пространственной, как говорят физики, синхронизма. Поэтому взаимодействие крайне слабое. И именно по этой причине происходило следующее. Мы переходили фактически к так называемому матричному дипольному моменту перехода и на этом успокаивались. Теперь, если посмотреть ситуацию, если мы фактически сжимаем свет каким-то способом, неважно каким, то у нас включается взаимодействие, потому что длина волны фотона сопоставима с волной локализации электрона. Это означает, что вот здесь в этом члене оператор поля и оператор момента импульса их нельзя расцеплять. И, соответственно, мы должны решать уравнение немножко другим образом. И я не буду сейчас говорить о квантомеханических деталях этих вещей. Ну, то есть, вот тут, в общем-то, идеология понятна. Вот чтобы показать на примере, вот наши коллеги Александра Фишман и Экскварцов Андрей Иванович сделали такой образовательный ролик, где у нас есть вот такой вот детектор. Здесь есть антенны, которые излучают на 30 сантиметров. И поместили здесь вот они вот такую посуду, включили излучение, и, соответственно, горит лампочка, которая параллельно соединена с этой антенной. Как только мы наливаем воду, лампочка гаснет. Почему? Потому что изменился показатель преломления, и, соответственно, синхронизм уже не работает. А вот дальше мы наливаем, здесь короткая антенна, здесь синхронизм наблюдается, и лампочка включается. То есть, в принципе, вот это яркая демонстрация того, как, используя показатели преломления, можно перестраивать взаимодействие света и вещества. Значит, перехожу к кремнию, и вот буквально несколько слов о том, как происходит поглощение света в кремнии. Это обычная электронная структура кремния, и, как я уже сказал, здесь возможны прямые переходы, это, в примере, 350 нанометров. Здесь показана экспериментальная кривая поглощения от ультрафиолета до инфракрасной области. Вот этот скачок связан как раз с этим прямым переходом. И если внимательно посмотреть на эту картинку, то видно, что, в общем-то, в видимом диапазоне кремния поглощает очень хорошо. Возникает вопрос, а как электроны переходят с валентной зоны в зону проводимости, потому что эти косые переходы не вертикальны, они запрещены. Хорошо известно, что если мы освещаем фотоном меньше энергии, то, в принципе, электрон может перейти сюда с помощью фанонов, то есть это колебание кристаллической решетки, которая фактически решетка отдает часть импульса электрону, и он может вполне переходить на зону проводимости. Таким образом, мы имеем такой трехчастичный процесс. То есть электрон берет энергию от падающего фотона, а импульс берет от колебания решетки. И таким образом этот процесс становится вполне эффективным. И вот такой электронно-фаноновый механизм взаимодействия обеспечивает достаточно эффективное поглощение кремния. Мы предлагаем альтернативный подход, в котором создаем ближнеполевой фотон или сжатый фотон с большим импульсом, который позволяет в двухчастичном взаимодействии только электрон и только сжатый фотон, он передает как энергию, так и импульс, и в принципе электрон может переходить в зону проводимости взаимодействия только с ближнеполевым фотоном. Соответственно, мы должны посмотреть все непрямые переходы в этой области, и это потенциально может привести к достаточно большому поглощению кремния. То есть здесь видно примерно два порядка можно поднять благодаря непрямым переходам. Вообще говоря, вот эту идею первоначально была предложена в 96-м году Владимиром Шалаевым из университета Пью-Дью, США, который рассматривал шероховатые тонкие пленки, на которых возбуждались локализованные плазмовые резонансы. Фактически они играли роль тех самых антенн, которые позволяли увеличивать импульс фотоны и обеспечивали невертикальные переходы. И вот было отмечено в 96-й год, это практически 30 лет тому назад, эти идеи все витали в воздухе. Но из последних работ, это вот израильские физики Ида Каминера, фактически теоретическая работа, достаточно интересная, которая также все эти идеи демонстрирует очень ярко. Здесь используется такая квантовая яма. Ну, квантовая яма – это просто такой бутерброд, седмич, состоящий из трех полупроводников прямозонных. И в качестве антенны здесь выступает слой графена. У графена здесь просто помещается на такую гетероструктуру графеновый слой, освещается светом, там возбуждается как раз этот плазмонный резонанс с достаточно большим импульсом света, и, соответственно, он приводит к увеличению непрямых переходов из валентных зон в зону проводимости. Ну, на этом теоретическая часть закончилась, и я сейчас перехожу к нашей работе, связанной с аномальным поглощением света. Это достаточно простые эксперименты, которые можно в принципе повторить в любой лаборатории мира, там, где есть обычный оптический спектрометр, где есть атомно-силовой микроскоп. Все очень просто. То есть у нас есть оптическая кремниевая стандартная антенна, и у нас есть подложки, например, с золотыми покрытиями, без. Эксперимент стоит в следующем. То есть вот у нас помещается... Тут, кстати, видно или не видно? Мне кажется, антенна не видно. Здесь вот антенна помещается в сфокусированный лазерный пучок, и все это происходит над поверхностью стеклянной подложки. И мы пытаемся измерить температуру, на которой нагревается кончик этой иглы. Ну, понятно, что засунуть градусник или термопару в такой объем невозможно. Поэтому мы используем для измерения температуру равновское рассеяние, а фактически используем сдвиг равновской линии и по ней определяем температуру. Вот здесь показана картинка. Здесь у нас длина волновое число отложено. Здесь мощность накачки, то есть мы меняем мощность накачки, фактически здесь мы изменяем температуру. А цвет определяет интенсивность равновского рассеяния. И здесь показано вот на буквально примерно 5 мегаваттах, как выглядит сечение вот этого рассеяния. То есть небольшой наблюдается сдвиг, соответствующий примерно 30-70 кельвин. Ошибка здесь примерно 50 кельвин. То есть можно сказать грубо, что нагрева практически нет. Теперь мы повторяем тот же самый эксперимент. Только между иглой и стеклянной подложкой помещаем тонкий слой золота, 50 нанометров. Картина резко меняется. У нас температура поднимается до 1500 градусов, 1500 градусов. И мы видим, что спектр в сечении примерно 5 мегаватт в квадрат сантиметр, у нас сдвиг происходит на 30 сантиметров. Это соответствует примерно 1500 градусов. То есть вот такое аномальное явление, которое мы пронаблюдали, заставило нас задуматься о возможных физических механизмах, что же там происходит. Ну, естественно, надо было проверить, что же происходит с иглой, потому что при этих температурах кремний начинает плавиться. То есть мы посмотрели на, используя электронную микроскопию на кончике этих наноантенн, как выглядит антенна в исходном состоянии. Эта антенна выглядит, которая совершала колебания над стеклянной подложкой и над золотыми. То есть видно, что над золотыми подложками кончик антенны сильно деградирует, он начинает плавиться, а в некоторых случаях буквально капает. То есть антенна деградирует крайне сильно. И здесь показана поверхность золотой пленки. Естественно, в первых экспериментах мы делали этот процесс случайно. То есть мы тыкали куда-нибудь и смотрели, как меняется нагрев этого кончика. И, соответственно, посмотрели, как меняется шероховатость этой пленки. Это примерно около, между одним и двумя нанометрами. И чтобы целенаправленно сделать эксперимент и доказать эту историю, мы взяли отдельные структуры 1, 2, 3, 4, 5 нанометров и посмотрели, как меняется картина равного сковоросеяния. И обнаружили очень удивительный результат. Оказалось, что чем меньше размер частицы, чем меньше размер частицы, тем сильнее происходит нагрев. И это очень необычный результат, потому что те, кто занимается плазмоникой, они должны понимать, что все происходит наоборот. И весь мир, плазмонный мир, движется в сторону, что частицы должны быть достаточно большими, чтобы там был плазмонный резонанс, и чтобы сечение поглощения было очень сильным. И тогда происходит разогрев. В принципе, люди плазмонику используют и в медицинских целях, для всяких нагревательных вещей и так далее. А здесь, обратите внимание, произошло все с точностью наоборот. Чем меньше частицы, тем сильнее происходит нагрев. Соответственно, плазмонный резонанс с уменьшением размера начинает быстро убывать. То есть, если вы берете частичку размером меньше 3 нанометров, плазмонный резонанс резко падает. Если вы берете 1 нанометр, его практически нет. Возникает вопрос, а за счет счет происходит нагрев? Это нужно еще учитывать, что свет с веществом взаимодействует плохо. Сечение поглощения очень маленькое, а нагрев 1500 кельвин. Каков механизм обеспечивает такой гигантский нагрев? Здесь в качестве примера еще приведена фаза колебаний к антилейбер. У нас к антилейбер колеблется в полуконтакте таким образом. И если происходят какие-то изменения на самом кончике, фаза крайне чувствительный элемент, который чувствует любые изменения на кончике антенны. И мы видим, что в данном случае изменения фазы здесь сильно коррелируют. А здесь 5-3 нанометра, разницы нет никакой вообще. Соответственно, мы сделаем очень важный вывод, что в таком аномальном нагреве играет другой механизм, и мы связываем этот механизм с импульсом фотона. Точнее, с сжатием фотона. Чтобы проверить эту идею, мы сделали следующий эксперимент, тоже очень простой, это отражение света. То есть мы взяли обычную кремниевую пластинку и напылили золото, используя обычную напылительную машину, которая используется в электронной микроскопии, с толщиной 1 нанометр и 3 нанометра, и измерили отражение от этих поверхностей. Мы видим, что синяя кривая – это чистый кремний, дальше у нас идет зеленый – это 1 нанометр, и дальше идет 3 нанометра. Результат оказался провальным, то есть должно быть все с точностью наоборот. То есть если я слайд назад сказал, что нагрев идет благодаря гигантскому импульсу, то вот этот 1 нанометр должен быть внизу, а вот этот должен быть вверху. Здесь есть еще механизм рассеяния, непонятное дело, есть плазмонного резонанса. Сразу говорю, что 1,3 нанометра плазмонный резонанс крайне маленький, поэтому мы его не рассматриваем. Но тем не менее, благодаря нашему большому другу из Телевистского университета Израиля Александру Котляру, который делает фантастические образцы, он сделал шарики золота одинакового размера – полтора нанометра. То есть была рабочая гипотеза, что здесь при напылении образуются такие островковые структуры в латеральном размере, которые могут достигать больших размеров. И, собственно говоря, это может привозить вот этим нехорошим явлениям, которые мы наблюдаем в эксперименте. Мы сделали такой эксперимент, выложили частицы 1,2 и 2,2 нанометра. Я подчеркиваю, это частицы одинакового почти размера, с дисперсией примерно там около полутора нанометров. И у нас картинка встала туда, куда должна была встать. То есть поглощение на одном нанометре оказалось сильнее, и отражение упало сильнее. Но самый главный вывод, который следует из этой картинки, заключается в том, что, обратите внимание, вот это изменение в отражении не зависит от длины волны. То есть оно как минимум не связано с рассеянием света. И в зоне непрямого перехода, это 1100 нанометров, они уже сливаются в одну линию и дальше идут вместе. То есть вот этот результат является достаточно сильным и прямым доказательством, что здесь, возможно, большую роль играет импульс сжатого фотона. Ну и таким уже, такой вишенкой на торте является проверка фотопроводимости, используя фотодиод. Мы нанесли золотые частицы, опять используя обычное напыление на фотодиод, причем с дисперсией где-то в районе 2-3 нанометров, и увидели увеличение фотопроводимости примерно на 20%. Здесь показаны вот картинки до и после напыления, то есть это чистый кремний, снимается первый слой, значит, оксидный слой, на него наносится пленка, здесь видна такая вот шероховатая структура. И после вот этих манипуляций мы увидели увеличение фотопроводимости примерно на 20%, что является достаточно большой величиной. Почему? Потому что вот, ну, чтобы понять вот эту простую идею, много-то или мало, мы рассмотрим такой достаточно простой школьный пример, который не совсем корректный, но тем не менее он лучше объясняет физику того, что происходит. Значит, смотрите, вот у нас есть слой кремния, на него падает волна, здесь отмечена бегущая волна, ближняя, полевая волна, и, ну, здесь выполняется обычный закон сохранения энергии, то есть отражение, поглощение, пройденный свет, и второй случай, когда мы на поверхность кладем золотые наночастицы. Вот эти золотые наночастицы создают вокруг себя поле размером примерно 1,5-2 нанометра. И наша задача заключается в следующем. Из эксперимента по отражениям мы обнаружили, что изменение отражения в абсолютных значениях, это 0,03, в относительных изменениях, это примерно 9%, мы должны найти эффективную величину поглощательной способности кремния. Вот как должна измениться поглощательная способность кремния, чтобы обеспечить вот этот вот экспериментальный результат. Если мы рассматриваем достаточно тонкие слои, то есть там, где, ну, собственно говоря, мы знаем, что ближнее поле не переносит энергию, в силу того, что вектор по отчингу равен нулю, и мы, предположим, дельта-то равным нулю, тогда мы утверждаем, что изменение отражения, это есть изменение поглощения вот в этом тонком слое. Тогда это уравнение очень быстро упрощается, и мы получаем, что вот новая величина, поглощательная способность, это есть отражательная способность обратно-профессионально вот этому размеру, то есть области, на которой распространяется оптическое ближнее поле. Ну и здесь у нас из закона Ламбера-Бугера экспонента. И тогда у нас получается новое значение альфа со звездочкой примерно на два порядка больше. В самом начале я уже говорил о том, что поглощение может подняться примерно на два порядка. То есть вот этот пример доказывает, что, в принципе, тот подход, который мы развиваем, является правильным. Те, кто хотел бы разобраться в этом более подробно, с точки зрения квантовой механики, вы можете посмотреть нашу статью, которая выложена в архиве, изучить ее, ну и, в общем-то, дать какую-то обратную связь. Значит, я подхожу уже к завершению. Какие задачи могли быть интересными для... Вот используя новые подходы, связанные с сжатием, с пространственным сжатием света, увеличением ипульса фотона. Безусловно, это детекторы, транзисторы, фотодиоды и фотовольтаика. В силу того, что, как вы понимаете, эффективность поглощения возрастает на два порядка. Это очень серьезный результат. Также это может быть использовано в сверхпроводимости, высокотемпературной особенности. Это в технологиях охлаждения и нагрева, лазерного охлаждения, лазерного нагрева наночастиц. Безусловно, это будет касаться, возможно, ангстремной фотолитографии. В силу того, что мы можем передавать через структуризацию вещества и передачи импульса, и конвертировать в энергию. Безусловно, это касается также субволновой визуализации. Ну и самое такое, конечно, с моей точки зрения, интересное. Я сделаю следующую лекцию на эту тему, достаточно подробную. Это структурно-аптическая спектроскопия, которая фактически, скажем так, придет на смену рентгеноструктурному анализу. Потому что вы знаете, что рентгеноструктурный анализ, он замечательный, позволяет расшифровывать структуру вещества, но там используются, как вот и фотолитография, достаточно жесткие рентгеновские фотоны, которые могут влиять особенно на живые биологические клетки свойства. И представьте себе такую ситуацию, когда у вас вместо рентгеновских фотонов используются фотоны оптического диапазона или инфракрасного диапазона. При этом разрешение будет, благодаря тому, что мы растягиваем импульс фотона, будет на уровне 10 нанометров. То есть вот эта история, структуру анаптической спектроскопии, которая разложит нам в одном направлении мы будем определять химию, а в другом направлении мы будем определять структуру. Вот это достаточно будет очень интересная вещь. Я поэтому заранее приглашаю на следующий семинар, посвященный этой теме структуры анаптической спектроскопии. Ну и, соответственно, я бы хотел поблагодарить нашу команду за эту работу. Ну, начну, наверное, сверху. Здесь у нас вот Араб Кориан. Это такой выдающийся человек из университета Рывайна в США, который является чемпионом мира по оптической визуализации. Он впервые, по-моему, его рекорд еще никто не побил. Он смог увидеть отдельную химическую связь размером 1,6 ангстрем, используя видимый диапазон света 5-3,2 нанометра. Представляете, вот 5-3,2 нанометра падает, и люди видят отдельную химическую связь в молекуле. Мы активно работаем с молодежью. У нас есть международное сотрудничество. Здесь у нас вот Элина, Джованни, Лиад. Это вот Россия, США, Израиль. Мы за этим следим, развиваем нашу молодежь. Это очень важно. Как я уже упоминал, Александр Котлера, который сделал нам замечательные образцы по синтезу наночастиц одинакового размера. Это действительно очень уникальные вещи, которые фактически помогли нам убедиться в том, что мы делаем все правильно. Ну вот Алексей Носков – это человек, который делает невозможное возможным. Фактически какие-то вещи, которые не предназначены к прямому использованию, он таким образом это делает, что начинает все крутиться, вертеться. И, конечно же, многие вещи были бы тоже трудно реализуемы без его участия в этой работе. Ну и дальше это люди, которые просто активно работают в ежедневном режиме. Огромная, конечно, благодарность Дмитрию Фишману, который, наверное, не спит, может быть, сейчас даже не спит, и который фактически являлся инициатором этой работы. Как-то вот его это сразу дело зацепило, и он был таким, дал очень мощный импульс, как вот импульс сжатого фотона, так что мы все полетели. Безусловно, Эрик Поттма, ну это вообще выдающийся человек. Те, кто вот может посмотреть по тому, что он пишет, это, конечно, впечатляет. Ну и ваш покорный слуга. Да, я хотел бы поблагодарить наш российский научный фонд, при помощи которого делалась эта работа, а также европейский фонд Горизонт 2020. Отдельное спасибо нашим индустриальным партнерам, это компания НТМДТ, на оборудовании которого делались все практические эксперименты, в том числе компания Sol Instruments, а также компания ScanSense, которая также нас поддерживает в самые трудные моменты. Ну, на этом я хотел бы завершить свой доклад. Спасибо большое, что пришли. Можно задавать вопросы, комментировать, дискутировать. Это там простой в отзыв. Давайте. А вопрос вот какой. Вы характеризуете усиленное поглощение кремния, используя спектр отражения? Да. А почему бы не попробовать увидеть эффект поглощения на пропускании? Если взять кремниевую тонкую пленку, она будет оптически прозрачной, и, казалось бы, поглощение такое более реалистичное. Вы что-то такое думали об этом, не пробовали? Да, мы думали, и это очень оказалась история крайне сложной. Крайне сложная. Ну, во-первых, тонкая пленка, что значит тонкая пленка? Одно дело, тонкая пленка 10 нанометров, чего бы нам хотелось бы иметь. А то, что имеется в продаже, это примерно 10 микрон. 10 микрон – это достаточно такая тонкая вещь, она, во-первых, очень дорогая сама по себе, и мы это дело, наши американские коллеги, эту всю работу проделали, но здесь мы столкнулись с рядом технических трудностей, то есть получить, пока это не удалось. 10 микронов достаточно много для выполнения этого эксперимента, скорее всего, мы ничего не увидим. Микронным осаждением 100-200 на метр сделать достаточно реалистичным. Если пылить самим, там, десятки на метр, это можно. Это можно, я готов. Если ребята смогут напылить, я буду счастлив. Задание поставить на. Ну, об этом я говорю часто и много, и всем, на каждом углу. Ну, еще один маленький вопрос, вот по ходу. А вот когда вы показывали эксперименты, где у вас плавилась игла кремния, кремния, и говорили, что вы сравнивали температуру плавления кремния там с какой-то цифрой. Но, в принципе, известен такой факт, что если материал от объемного состояния переходит к маленькому, там, на метровому, то у него резко падает температура плавления. Вот какие-то вот эти вот тоже соображения вы учитывали? Ну, отдельно таких экспериментов мы не проводили, то есть размерные эффекты мы не изучали в силу того, что это делать не так просто, имеется в виду. Ну, безусловно, мы знаем, что размерные эффекты существуют, температура плавления, стеклование, кристаллизация, все это действительно зависит от размеров, и они действительно падают. Мы знаем, что по золоту температура плавления 950, сколько нам градусов по Цельсию, а когда берем буквально, если мы создаем металлическую наноантенну золотую, ее можно даже вот поставить, мы вот у нас сделали эксперимент в свое время, на год поставили золотую антенну с кончиком буквально там 10 нанометров, она со временем стекла оплавляет, как свечка. То есть очень мягкий металл, действительно он плавится, и плавится золото там при 100-200 градусах уже. Поэтому действительно это так, и то, что у нас температура плавления кремния 1700 кельвин, а у нас в эксперименте, то, что мы видели в Рамане, это порядка 1600 кельвин, то есть чуть меньше, но плавится очень хорошо, поэтому вы абсолютно правы, скорее всего температура там значительно ниже. Ну и еще, может быть, последний маленький вопрос. Вы использовали частицы золотом, а если взять серебро или медь? Без разницы. Все то же самое? Все то же самое, более того, даже я вас обрадую, как раз эти частицы являются плазмонными, и желательно от них отказаться. Потому что они как раз дают плазмонный резонанс, и он здесь мешает. Вообще мы должны перейти от металлических плазмонных частиц, в том числе, допустим, к частицам кремния или углеродов, например. И то же самое все это увидеть. Вообще такие частицы, маленький золот, например, они дают и плазмонное отражение селективное. То есть оно как бы тоже могло бы где-то попадать у вас на спектре. Ну, какие штуки мы смотрели, точнее вот в работах Александра Котлера, который этим занимается достаточно долго и профессионально, и он изучает всякие возможные комбинации с золотом. В основном он работает с органикой, с молекулами биологическими. То есть, ну вот таких вот каких-то вот таких эффектов отражения мы не наблюдали. Точнее, он не наблюдал в своих работах. Поэтому вот тут... То есть точно я знаю, я, в принципе, сам никогда не видел в своих наших экспериментах, когда плазмонный резонанс с уменьшением размера частиц начинает падать. У нас не было таких возможностей, чтобы это увидеть, потому что мы работали с частицами больше 10 нанометров. А там плазмонный резонанс, он такой достаточно сильный. А вот тут мы впервые увидели, как плазмонный резонанс падает. Поэтому... Ну, хорошо, спасибо. Ну, вот вопрос... Спасибо за доклад, очень интересно. Вот. А можно картинку ту, где вы золото напылили и показываете, как поглощение изменяется? Не-не-не, а, вот это вроде бы... Здесь? Там, где пучок поправим попадает. Вы сказали, еще школьная такая картинка, школьная аналогия. Вроде после было. Да, сейчас. Да, вот это, вот это. Вот, значит, вы говорите, что когда мы напыляем эти частицы, у нас изменяется коэффициент поглощения, да? И меряете вы по отражению. Вот. Допустим, мы возьмем не кремний какой-нибудь, да? Ну, мы здесь считаем, что есть не прямозонный переход, вот, и он может как бы измениться. Точнее, мы можем вот этот как бы эффект пронаблюдать и увидеть, что в случае, когда попадает волна, которая, по идее, не должна была распространяться в кремнии, будет поглощаться им. Вот. А что, если взять, допустим, какой-нибудь другой материал, который тоже прозрачен в этой области, вот, и пронаблюдать, каким образом вот влияние этих наночастиц изменит коэффициент поглощения данной среды? Возможно, просто сами частицы поглощают энергию на том уровне, который вы рассчитали. Да, еще раз повторюсь, что размер частиц порядка нескольких нанометров, и эффект сечения поглощения для таких частиц становится очень маленьким, потому что плазбовый резонанс перестает работать. То есть, на самом деле, как только мы берем 100 нанометров, 50 нанометров, у нас сечение начинает сжиматься, и сечение увеличивается до определенного размера. И когда мы переходим примерно 5 нанометров, сечение начинает падать очень быстро. Оно остается, но оно реально падает. Поэтому, если мы берем частицу 1 нанометр, я бы этот эффект не рассматривал вообще. А, ну, значит, типа, а расстояние между самими частицами какое примерно? Ну, здесь мы о расстояниях не говорили принципиально, потому что это не так важно. Но желательно, конечно, чтобы расстояние между частицами было примерно одинаковым, чтобы они представляли гомогенную сетку. Если они будут слипаться, тогда образуется кластерная структура, и в латеральном размере структура будет иметь больший размер, и как раз там могут возбудиться все возможные резонансы, например, те же плазмонные резонансы могут возбудиться. А, значит, вы здесь максимум, у вас локализованы плазмонные резонансы, поэтому сечение маленькое в районе этих частиц. Все, спасибо. Сергей Сергеевич, спасибо большое за доклад. У меня вопрос по, наверное, не анонсированной лекции по структурно-оптической спектроскопии. Вот какой будет порядок энергии передаваться на образец, если облучать такими фотонами? То есть насколько сильно будет происходить нагрев? И какой максимальный предел по разрешению можно получать? Потому что там 10 нанометров, по-моему, у вас было, да, в докладе было. Ну, вообще говоря, ну, хороший вопрос. Я, на самом деле, вот этот слайд все-таки, может быть, покажу. То есть как можно преобразовать энергию через импульс в энергию большего фотона. Ну, то есть здесь показан прямой переход. На самом деле, переходы могут быть здесь и не прямыми, но с большим импульсом. Другое дело, что нужно понимать, когда фотон летит в свободном пространстве, он уже является дифракционно уширенным. И здесь эта история начинает не работать. То есть, в принципе, только в ближнем поле мы имеем вот эту историю, когда, во-первых, свет не дефрагирует с одной стороны, а с другой стороны имеет большую энергию. Теоретически, это очень важный момент, предела как такового нет. То, что говорил 10 нанометров, это, скорее всего, такая просто оценка, которая, в принципе, достижима. Но если показатели проломления будут увеличиваться до, именно в локальной области, до тысячи, двух, трех, четырех тысяч, то есть мы можем сжимать до ангстремного состояния, в принципе. Это допустимо. А по нагреву? По нагреву, опять же, это касается конкретного материала, потому что здесь в нагреве участвует не только электронофононное взаимодействие, вот эти непрямые переходы, связанные с сжатым цветом. Здесь существуют другие механизмы, например, это поглощение свободных зарядов, АЖ-процессы здесь могут быть. То есть они тоже все вкладывают и приводят к дополнительному нагреву. Сложно... Это, я понимаю, ваш вопрос, он очень важен, потому что особенно для биологических клеток, и у нас у самих сейчас стоит задача попробовать расшифровать структуру белка. Здесь мы могли бы с вами повзаимодействовать, используя вот эти вот подходы. Пока не знаю, потому что действительно, используя рентген, вам нужно просто охлаждать, чтобы кристалл не развалился. Здесь мы предполагаем, что возможно сделать при комнатной температуре, и это будет действительно возможно таким достижением. Но я пока не знаю, поэтому это пока спекуляция. Спасибо. Давайте попробуем. Спасибо. Давайте попробуем, я с удовольствием. Спасибо большое за интересный доклад. У меня вот вопрос по поводу, как вы сказали, квантового лимита локализации фотона. То есть вот начиная там, сколько-то там нанометров было, вы показывали на слайде, локализация фотона начинает резко увеличиваться. И вы назвали это квантовым лимитом. А все-таки какова природа? Почему после определенного размера частицы у нас начинается, наоборот, делокализация фотона? И это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Не помешает ли это вот к тем вещам, которые вы изучаете? То есть, казалось бы, он, если есть и в частицах, тогда он и здесь должен быть, этот квантовый лимит. Правильно? То есть получается фотон ниже чего-то, ну, в смысле, локализация фотона ниже какого-то предела вы не получите даже с помощью там сколосования моментов импульса. Да, ну вот я поэтому сказал, что вот этот квантовый предел, видимо, будет тем потолком, ограничивающий наши возможности, когда мы не сможем упуститься ниже трех ангстрем. Но в данном случае, если мы берем подложку и берем антенну, и начинаем их сближать, 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 то возникает момент, когда вот этот зазор, гэп между двумя структурами, он практически не виден для поля, и поле воспринимают это как единую среду. То есть у нас происходит квантовое туннелирование из одной среды в другую, и поэтому дальнейшее сжатие, оно становится уже невозможным. То есть здесь уже мы переходим, вот, скажем, такой дискретной почти непрерывной среде, и, соответственно, видимо, это с этим и связано. А второй вопрос? Это был второй вопрос. А, первый вопрос. Природа какая? Природа квантового туннелирования. Ну, это если вы, как бы, зазор уменьшаете, а если вы частицу будете уменьшать, этот предел тоже будет? Я думаю, да, но, опять же, как уменьшить частицу до размера в 3-х, если это уже будет порядка постоянной решетки, что из себя будет представлять частицы, я не очень понимаю. Ну, в этом смысле и люди говорят, когда вот кремний подходит к своему завершению, потому что вот осталось вот сейчас 2-х нанометровый процесс, это фактически в 4 раза, и у нас уже будет постоянной решетки, там от кремния уже ничего не останется. Спасибо. И если позволите, еще один вопрос. Вот вы там рассматриваете плазмоны, и вот, значит, вы говорите, от плазмонов нужно отказаться, хотя они предоставляют возможность сделать большой импульс. Вот, а, ну, не только же плазмонами можно добиться такого, такой дисперсионной зависимости, то есть вы можете загнуть с помощью каких-то других явлений, например, там фаномполяритоны, там разные другие, там, экситомполяритоны. Вот, в этом случае как? То есть вот это тоже нежелательно? Нет, тут нет желательного-нежелательного, это в зависимости от решаемой задачи, потому что, ну, и фаномполяритоны взаимодействуют, и плазмоны, это все очень хорошо, но нужно понимать, для каких целей это все использовать. Потому что если говорить о технологических вещах, то их крайне сложно использовать, и, по-моему, индустрия их так и не использует, потому что необходимы контактные технологии. То есть работать в ближнем поле крайне трудно. Поэтому нам нужен некий инструмент, который бы работал бы удаленно. Вот фотон распространяющий пространство, это хороший инструмент, хороший зон. И вот научиться так передавать фотону, особенно, скажем, аптечскому фотону, большой импульс, это было бы удачей. Как это сделать, это вот другой вопрос. Да, есть разные механизмы, то есть можно увеличивать импульс с помощью разных электромагнитных возбуждений, в том числе электрофаномного взаимодействия. Спасибо за интересную лекцию. Вы сказали, что в одном из экспериментов вы измеряли локальную температуру с помощью методов комбинационного рассеяния, и там была погрешность около 50 кельвин или цельсиев. А вот с чем она связана, такая погрешность? И можно ли ее как-то уменьшить? Потому что для биологических применений нужна точность высокая? Да, мы для этого... Почему 50 кельвин? Потому что... Это где-то вот здесь вот, да? То есть вот 50 кельвин. Это зависит от... В силу того, что в данном методе мы используем сдвиг рамоновской линии, а сдвиг определяется, собственно говоря, различающей способности решетки. В данном случае, используют решетки 1800 штрихов на миллиметр. Если бы мы использовали решетку у шеле, мы могли бы поднять разрешение примерно в 10 раз. То есть здесь разрешение примерно 1,2 сантиметра. А у шеле 0,1,2 сантиметра. То есть в принципе мы можем в нашей лаборатории сделать разрешение примерно 5 кельвин. Это сделается легко. Но в данном случае это не так принципиально в этой работе было. Спасибо. Так, ну пока давайте почитаем, что тут народ написал. Значит, из университета ИТМО Денис Лебедев задает такой вопрос. Нужно ли учитывать слой воды, который покрывает поверхность-братце в СМ-экспериментах? Слой воды присутствует всегда, и от воды избавиться невозможно в нормальных условиях. Для этого нужно ультрахайвакуум, как минимум. Я думаю, что вода играет свою роль. Но как только мы опускаемся до размеров буквально нескольких констрем, то есть можете себе представить, что и вода, и электронная плотность. Фактически мы идем, как хлюпываем ногами по воде, вот и лужи, они вот и все это летит, этот электронная плотность, там и вода, и сам материал. Это, конечно, достаточно сложное явление, но, конечно, надо учитывать, но это невозможно учитывать, наверное, в наших реалиях. Второй вопрос задает Владимир неплох. А на Германии такое же ожидается или на фосфете галлия? Да, ожидается. И на фосфете галлия мы не делали, на Германии мы все отмерили, все очень хорошо. Я эти эксперименты здесь не показываю, но все те же эксперименты, да, они работают. И на Германии эффекты красивее и интереснее, в силу того, что там запрещенная зона немножко поменьше, и температура плавления поменьше, там вообще великолепно. То есть в Германии великолепный материал, и вот здесь можно было бы даже использовать его, а не кремний. Третий вопрос. Наночастицы золота лежат, как монослой. Или это толстая пленка. Есть зазор между частицей и кремниевой поверхностью. Опять задает вопрос Денис Лебедев. Наночастицы в данном случае лежат как отдельно бильярдные шары на поверхности подложки. Естественно, какие-то частицы могут там касаться, но это не гомогенная монолитная пленка. Это отдельно, действительно, шары примерно одинакового размера. с разбросом порядка полутора нанометров. И они лежат достаточно случайным образом. Очень важно, что они не агломерируются в отдельные такие вот островки, которые появляются при напылении в спатринг-машинах. Так, это толстая пленка. Нет, это не толстая пленка. Есть зазор между частицей и кремниевой поверхностью. Зазор между частицей и кремниевой, ну, здесь тоже такой вопрос не очень понятный. Ну, то есть, это как частицы, которые находятся на том же, то есть, той же воде. Вода там примерно сколько там она там занимает? Там нанометр? Возможно. Так, вопросов я больше не вижу. Спасибо за лекцию. Вот мне-то интереснее химия. В последние годы в химии, ну, в органической химии, в анализе активное движение есть по попытке уйти от рентгена, потому что рентгеноструктурный анализ требует большие монокристаллы. Это скорее вопрос к следующей лекции, но правильно ли я понимаю, что то, что вы назвали структурной оптической эксприкоскопией, позволяет находить структуру кристалла на таких достаточно мелких кристаллах, и, может быть, это будет интереснее, чем, скажем, рентгеновская эксприкоскопия на свободных электронах или, например, микроэлектронная дифракция? Это так. Мы движемся именно в этом направлении. Я думаю, что, научившись передавать импульс в энергию и переспределять, скажем так, импульс. То есть импульс, он связан со структурой. То есть сама структура позволяет передать, осуществить энергетические переходы и таким образом проанализировать структурный состав. То есть, допустим, мы можем сказать монокристалл, то есть мы можем сказать аморф, стекло, ну и так далее. То есть такую задачу, я думаю, что мы начнем, конечно, с самых простых экспериментов. Имеется в виду, что это не будут нанометры, конечно же. То есть это хотя бы научиться смотреть размеры частиц субволновые, ну, порядка 50-100 нанометров. И я думаю, что это вот вполне себе реальная задача. Ну, а дальше будем смотреть, потому что это сильно все зависит от зоны структуры твердого тела. Потому что от того, как что из себя представляет электронная зона, то есть фактически ландшафт электронной зоны, то есть зона проводимости, от этого будет зависеть. Одно дело, если возьмете там какой-нибудь перовскиту, которая достаточно вот такие плоские долины, и многие эти эффекты будут работать не так хорошо, как может показаться. Ну, я думаю, что вот над этой работой мы сейчас вот как раз занимаемся. И, возможно, сентябрь-октябрь вы услышите о результатах этой работы. Спасибо. У меня вот такой вопрос. В самом начале мне вот как-то непонятно стало. Может, у других тоже такой же вопрос возник. То есть вы берете специально непрямозонный проводник и наносите на него там какие-то специальные там чтицы, чтобы разрешить эти переходы. А почему нельзя просто взять, как бы, почему эту проблему себе самим создавать? Почему нельзя просто прямозонный проводник взять? Ой, полупроводник. Сам по себе кремний, он идеальный, как я сказал, полупроводник для микро-нанноэлектроники. Почему? Ну, плохой материал для оптоэлектроники. Почему? Потому что он является как раз непрямозоном в силу того, что свет, ну, просто плохо поглощается, взаимодействие с кремнием. Поэтому брать прямозонный в данном случае не очень интересно, потому что там и так все хорошо поглощается и есть эмиссии поглощения. Было бы здорово как раз посмотреть. Понимаете, как это вот, какой смысл брать материал с высоким квантовым выходом и использовать оптическую антенну по усилению этого квантового выхода? Конечно, надо взять материал с низким квантовым выходом, засунуть антенну и увеличить квантовый выход там в порядке. И вопрос тут, чтобы продемонстрировать какой-то эффект, что ли, или чтобы реально чего-то добиться? Какая цель конечная? Цель, безусловно, продемонстрировать эффект. Фактически идея такова, чтобы де-факто конвертировать непрямозонный полупроводник в прямозоны с точки зрения эффективности поглощения эмиссии света. То есть существуют прямозонные полупроводники, нас они не устраивают, мы берем непрямозонный и пытаемся сделать опять прямозонный. Нет, нет, нет. Мы берем непрямозонный полупроводник и с помощью модификации поверхности мы его делаем прямозонным. Ну а зачем, почему сразу нельзя взять прямозонный? Можно, для этого как раз и придумали всевозможный арсенит галлия, прямозонный, он очень дорогой, то есть кремний очень дешевый, это обычный песок, на котором мы летом на море загораем, он доступный и так далее. И в этом смысле это материал хороший с точки зрения полупроводника, именно для электроники. То есть я уже говорил в начале, как раз из него делают электронную дырочную проводимость и делают из-за их устройства. А вот в Германии вы еще говорили, что там эффекты ярче проявляются. Это с чем связано? Ну, это физико-химия этого вещества, то есть это, во-первых, у него ширина запрещена сона меньше и температура кристаллизации меньше. То есть те энергии, которые мы используем в эксперименте, их достаточно для того, чтобы можно быстро было переводить изоморфное состояние в кристаллизкое состояние, ну и так далее. Ладно, спасибо, понятно. Ну, тогда если вопросов нет в интернете, вопросов тоже я не наблюдаю, тогда я еще хотел бы всех вас благодарить за то, что вы пришли на эту лекцию. Это очень здорово. Мне бы очень хотелось, чтобы наши теоретики могли к этой работе каким-то образом примкнуть. Это очень важно. у нас фактически голод среди теоретиков в этом направлении, и это бы сильно помогло нам двигаться в этом направлении. Это очень важный аспект. Эксперимента очень много, понимания очень мало. Ну, спасибо! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»